День Победы День Победы С первых дней войны был призван 42-й стрелковый полк 342-й гвардейской стрелковой дивизии. Был дважды тяжело ранен. Был награжден орденом Отечественной войны 2-й степени и орденом Красной звезды. За победу над фашистами был награжден всеми юбилейными медалями. Умер в 1986 году. Мой прадедушка Сергей Моисей Андреевич родился в 1919 году в деревне Новорямово, Армезонского района. Был призван в армию в 1939 году в качестве командира пулеметного взвода. Погиб в 1942 году под Смоленском, деревня Прохоровка. Мы помним и гордимся нашими предками. Мой прадедушка, уважаемый Василий Евдокимович, 1914 года рождения. Был призван в 1941 году и попал на Восточный фронт. Служил наводчиком орудия на броне поезде. Прадед получил медаль за победу над Японией, а потом и орден Отечественной войны. Вернулся в 1946 году. Умер в 1986 году. Память о нем остается жива. Захаров Федор Мильянович родился в 1909 году. Был призван на войну в 1942 году. За время прибытия в подразделение обладел снайперсом. Хорошо делился своим знанием и умом с молодыми снайперами. Уничтожил огнем своего оружия 82 фашиста. Награжден медалью и орденом Красная Звезда 29 августа 1943 года. Пропал в безвести в марте 1945 года. Но память о нем не исчезнет. В 1921 год, 12 июня, родилась в крестьянской семье Александра Даниловой-Лысакова. Работала с малых лет в колхозе. Служила в военном округе. В 1945 году я вернулась в родное Пеганово. После войны она помогала своей внучре воспитать мою маму. Дожила она до 2013 года, 16 марта. Я сохраню память о своей прабабушке. Мой прадед Эйр Горн Владимир Эммануевич родился 16 февраля 1905 года в Азербайджанской АССР в Бакинском районе в селе Сабунчи. В 1928 году закончил в городе Баку медицинский государственный университет. До войны и после войны работал главным врачом-хирургом почти 40 лет. С 1941 года прозвали на трехмесячные сборы. В июле этого же года вместе с медсенбатом правили в действующую армию начальником отделения. Я помню и горжусь своим прадедушком Владимиром Эммануиловичем. Мой прадед Журавлев Василий Львович родился 7 июля 1910 года в селе Бердюзье. Военная служба прадеда началась 12 июля 1941 года. Служил в 117 стрелковой бригаде стрелком. 25 ноября 1942 года дед был тяжело ранен в левое предплечье. После этого дед служил в 147 запасном кавалерийском полку кавалеристом. Я своего прадеда Василия никогда не видела, так как он умер еще до рождения моего папы. Знаю о нем только по рассказам моей бабушки, фотографиям и документам, из которых следует, что мой прадед был настоящим героем. И глаза молодых солдат, с фотографий увядших глядя. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут.